Друзья, всех приветствую! Вопрос пришел, полезно ли хвалить ребенка и как это правильно делать? Исходя из моего опыта довольно большого общения с подростками, я отвечу определенно. Хвалите как можно больше. Потому что, к великому сожалению, подавляющее большинство детей недолюбленные, недохваленные. Особенно сегодня, когда вокруг образование, кружки, туда-сюда, еще в храм пришел, батюшка поругал. Дети ходят уже как зомби. И главное, приносят пятерку домой, и даже ему никто ничего не скажет. Столько трудов вложил в эту пятерку. И мать такая считает, что это она в этом во всем виновата. А если приносит двойку, то такие крики и вопли стоят, как будто он родину продал. Так что, я думаю, в тех семьях, где уже хвалят ребенка, они не будут смотреть сейчас мой ответ, потому что у них и так все хорошо. Но если у вас этот вопрос появился, то, скорее всего, вы хвалите его меньше, чем нужно. Хочу заметить, что дети именно в полной мере нуждаются в удушевлении родителей. То есть дети должны знать, что родители всегда будут на нашей стороне, что родители поддержат любые наши какие-то добрые начинания. Если дети начинают в этом сомневаться, то, во-первых, им потом будет очень сложно в Бога поверить, потому что их родные родители не поддержат и не воодушевляют. Им будет очень сложно, если даже не будут признавать, что Бог есть, им очень сложно будет понять, что Бог — это любовь. Вот чтобы понять, как Господь нас любит и как Он нас терпит, а ведь именно с этого мы берем пример воспитания своих детей, вспомните наши исповеди. Приходим каждую неделю, говорим на исповеди, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, а Господь нас прощает. Неделю проходит, и опять с тем же самым, а Господь еще раз прощает, и опять радость дает, и опять, и опять. И что часто нас Господь как-то карает, часто мы слышим какие-то грозные воззвания от Господа Саваофа. Нет, Господь долго терпелив и много милостив. Так что я думаю, что в современной жизни ребенку и так причиняет довольно большое количество скорбей. И если от родителей еще эти скорби будут часто приходить, это будет нехорошо. Замечу только замечательный совет апостола Павла. Он говорит, отцы, не раздражайте своих детей. То есть если мы ребенка и ругаем, то это, во-первых, должно быть по делу, это должно быть недолго, и надо внимательно смотреть, чтобы ребенок потом не раздражался. Даже после того, когда мы его заслуженно где-то и правда поругали, все равно потом нужно подойти, обнять, а где-то потом еще и мороженку дать, чтобы ребеночек спокойно лег спать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.